И еще один момент. Как уже стало очевидно, организаторы госпереворота в Беларуси всеми силами пытались втянуть в эту армию. И роль ей отводилась незавидная. Заговорщики стремились завербовать на свою сторону людей в погонах, однако не вышло. Военные остались верны присяге. В итоге конфуз. И с этим мы разбираемся в диспозиции. В эфире диспозиция. Это Гагарин. Поехали. Ловко и лихо все-таки оперировали армейскими подразделениями заговорщики, готовясь к госперевороту в Беларуси. Три-четыре батальона. Что-то там поднимутся. Список каких-то частей. Можно использовать, перемещать. Прям клуб главнокомандующих. И все уже у них схвачено. Желательно только эти, как его, внутренние войска блокировать. Ну, чтобы вооруженные силы блокировали внутренние войска. Какой тонкий ход. Стратегия уровня генштаба. А, вот про авиацию, правда, забыли. Наверное, резерв Федуты. Задача номер один у нас получается. Устранить самого главного. Задача номер два занять. Блокировать. МСК блокируют ОМОН. Задача номер три занять несколько символических объектов в центре города. В том числе радиостанции телевидения. Это уже мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск. Чтобы не могли подсунуть внешние войска. Ну да ладно, бесспорные полководческие аталанты, вип-персон тайного комитета. Наиболее ярко они все-таки проявили себя, как знатоки человеческих душ. Прочувствовали, можно сказать, всю даже изнанку, офицерскую или солдатскую. И поняли, час пробил. Войска ждут команду. Одно не учли. По марку допустили. То не учли, что в республике Беларусь есть армия. Армия, которая защищает народ. От угроз, то есть. А с угрозой немножко не того вышло. Угроза от другого источника исходила. От попытки госпереворота. Вот где подвели военное. В настоящей программе должен быть, конечно, экскурс в историю. Вот и мы немного заглянем в прошлое. К истокам армии независимой Беларуси. Для понимания. В начале 90-х армии у нас, можно сказать, как раз и не было. Под гул иностранного автогена и одобрение Запада разрезалась лучшая боевая техника. Сокращалось все, что только можно по принципу «а давай и это». Престиж службы был не жадна. Порядка 20 долларов лейтенанты в месяц зарабатывали. И когда все это закончилось? Такая случайность, что после избрания Лукашенко президентом, который на деле показал военная опора государства, армия у страны будет. Так оно и произошло. Помните все это? А люди в погонах помнят безусловно. И это каким надо все-таки далеким быть от народа, чтобы не понимать, что армию в Беларуси не раскачать и не пробить. Армия не обрубит тебе корни. Это не то, что стена, это и есть народ. Да нас немцы 80 лет назад не прошибли. А тут вообще на месте властей я бы сейчас зажег факел с надписью «80» и носился по всей стране, по всем каналам да газетам. «80» — это те силовики, кого президент лишил воинских и специальных званий из-за участия в известных событиях прошлого года. Это тот мизер, который как раз побуждает гордиться людьми в погонах, которые в абсолютном большинстве остались верны присяге и останутся ей верны. Так завещают и ветераны, наш главный нравственный ориентир. Нужно хранить порох сухим и приумножать его, чтобы недостатка и голода нашим частям не было в боеприпасах. Поэтому держите, ребята, порох сухим. Будьте достойными защитниками наших завоеваний. Будьте рядом с народом. Будьте рядом с руководством страны. На самом деле, при всей некоторой комичности плана заговора относительно людей в погонах, не стоит с улыбкой относиться к попытке госпереворота. Люди примерно такого же полета помыслов и фантазий всегда найдутся и в качестве исполнителей. Ну а получив иллюзию законности, своих действий отсветил, да еще в эйфории чеку с гранаты сорвать несложно. Как и организовать горстку отморозков для кровопролития. А знаете, кто первый тогда придет на помощь? Армия. Можно не сомневаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова